Автоинспектор КУМИ фиксирует рост аварий с участием несовершеннолетних. 2 апреля в Удорском районе в страшном ДТП с участием двух легковых машин погиб водитель и 8-летний пассажир. Затем по Дусинскому в результате столкновения автомобиля с грейдером на больничной койке оказались двое подростков. По предварительным данным аварию спровоцировал неопытный водитель Лады. Водительское удостоверение он получил лишь в прошлом году. Репортаж Антона Булаева. Трагедия произошла в 2 часа дня на 123-м километре дороги Айкино-Кослан. По предварительным данным аварию спровоцировал водитель Шевроле. Пожилой мужчина никогда не имел водительского удостоверения. Гене справился с рулевым управлением, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. В результате чего совершил столкновение с автомашиной Донсун-Ондо под управлением водителя 64-го года рождения, который двигался во встречном направлении со стороны села Кослан в направлении города Сыктывкара. После столкновения произошло возгорание обеих автомашин. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашина Шевроле Ланос, мужчина 62-го года рождения и его пассажир, ребенок 2011 года рождения, погибли на месте дорожно-транспортного происшествия. Еще двух пассажиров первого авто, 38-летнего мужчину и 12-летнего мальчика, в тяжелом состоянии госпитализировали. Ребенка отвезли в хирургическое отделение Ударской ЦРБ. Мужчину с переломами и ожогами второй степени доставили в больницу Эжинского района столицы. Сейчас за его жизнь борются врачи. Также различные травмы получила супружеская пара, которая ехала во второй машине. На сегодняшний день находится после аварии ДТП трое пациентов. Супружеская пара находится в хирургии. Состояние удовлетворительное, под наблюдением. И один мальчик 10-го года рождения, он вчера был выписан на домашнее наблюдение, тоже удовлетворился в состоянии. По факту гибели в ДТП двух человек проводится проверка. Правоохранители устанавливают обстоятельства еще одной аварии, которая произошла на следующий день на окраине Усинска. Водитель, мужчина 2000-го года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-2112, двигаясь по автодороге подъезд к городу Усинску на третьем километре данной автодороги, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося в попутном направлении транспортного средства, в результате чего совершил столкновение с автогрейдером. В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних пассажира автомашины ВАЗ, девушки 16 и 17 лет. Полицейские установили, в момент столкновения подростки не были пристегнуты ремнями безопасности, впрочем, как и сам виновник аварии. Оказалось, ранее 21-летнего Усинса 16 раз привлекали к административной ответственности за грубое нарушение правил. И это при том, что права молодой человек получил лишь в марте прошлого года. Продолжение следует...